Пациенты в менопаузе, они уже пришли, у них же был период. И вдруг они возвращаются в эту историю. По поводу веса. Принесите мне два мешка еды. Это же тоже часто распространенное явление. Есть несколько вариантов решения. То есть эта проблема решаема. Это решаемо, да. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Онкофакты». Вы же, наверное, догадываетесь, как непросто трудиться над этим проектом. Нашей небольшой, но суперпрофессиональной команде «Онко-ТВ». Уверена, что понимаете это. Поэтому очень вас прошу, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Нам нужна ваша поддержка. Сегодня мы поговорим о том, какие побочные эффекты могут случиться при лечении рака молочной железы. Как не растратить свое здоровье в борьбе за жизнь. Остеопороз, набор лишнего веса, бессонница, полиненопатия и куча еще всяких неприятных моментов могут случиться на пути к ремиссии. О том, как избежать и что предпринять в случае сложившейся ситуации, расскажет наш гость, кандидат медицинских наук, врач-онколог, мамолог в МИЦ онкологии имени Николая Николаевича Петрова, Жильцова Елена Константиновна. Лена, мы сегодня договорились поговорить о лечении рака молочной железы и осложнениях при лечении рака молочной железы. Я сама пациентка с большим стажем, больше 9 лет я уже в диагнозе, и вот принимаю достаточно продолжительное время гормональные препараты. На себе почувствовала, что это непростая история. Давайте расскажем нашим зрителям, во-первых, что такое гормонотерапия при раке молочной железы и какие могут быть истории с осложнениями. По поводу гормонотерапии рака молочной железы, наверное, гормонотерапия – это тот термин, который вызывает всегда у пациентов и у ряда врачей не совсем правильное восприятие. Им кажется, что они получают какие-то гормоны, которые их могут привести к тому, что они будут набирать вес, будут какие-то еще проявления, связанные именно с гормональной терапией. Если мы говорим о гормонотерапии как термине, то он, наверное, не совсем точен. Это препарат, который конкурирует с эстрогенами женщин, то есть гормонами женскими, за рецепторы. Сам по себе препарат не является гормоном, поэтому называть терминский термин гормонотерапией, наверное, не совсем правильно именно в этом контексте. Препарат был синтезирован в середине прошлого века и был зарегистрирован в диетах лечения рака молочной железы где-то в 70-х годах прошлого века. Ингибитор ароматазы, который все наши пациенты тоже знают и стремятся их получать, считая их с более современным лечением, Это препарат, который блокирует фермент ароматазу, который участвует в выработке гормонов. Ароматаза превращает изначальный предшественник всех гормонов в дальнейшие гормоны. Эстрогены, андрогены, еще что-то. То есть это не гормон. Ингибитор ароматазы это тоже не гормоны. Поэтому говорить, что это гормонотерапия, ну, наверное, в этом отношении не совсем правильно. Поэтому осложнения, они есть у всех препаратов. Если мы откроем нотацию канальгину, пенталгину, мы увидим огромный список побочных эффектов. Что касается... Ну, наверное, один из самых известных препаратов. Тамоксифен влияет на одни органы, как антиэстроген, то есть на определенные органы он влияет, как эстроген влияет. То есть это в зависимости от того, на какие рецепторы, как влияет эстроген в нашем организме. Поэтому, например, на эндометрии, все знают, наши пациенты, он приводит к запрограммированному такому осложнению, как гиперплазия. Это рост. Но опять-таки же, когда мы назначаем тамоксифен, мы всем пациентам предупреждаем, что до начала приема препарата мы должны прийти к гинекологу, пройти комплексное обследование, сделать языковое исследование органов малого таза и понять, вот ваша отправная точка. И посещать гинеколога раз в год, и делать УЗИ раз в год. И дальше, если появляются какие-то неприятные ощущения или, например, кровомазание, кровенистое уделение, то это показания к более экстренному посещению врача гинеколога и УЗИ. Например, на костную ткань тамоксифен влияет наоборот благоприятно. И у пациентов с менопаузой, у которых начинается остеопороз развиваться, да, с возрастом, он действует наоборот, он профилактирует развитие, он снижает уровень нехороших холестериновых вещей. То есть у нас тамоксифен профилактирует инсульт, профилактирует у пациентов в менопаузе, сердечно-сосудистые заболевания. Кто бы мог подумать? Ну, такая вот опыт, но при этом он увеличивает аспертываемость крови. Тромбоциты? Ну, там другой механизм действия, и за счет этого при наличии на амнезе тромбофлебитов и других нарушений коагуляции приведем атомоксифен противопоказан. То есть нельзя говорить, что этот препарат плохо действует на все, нет. На что-то он влияет больше, на что-то он влияет меньше. Основными желобами, с которыми обращаются наши пациенты, ну, при начале приема атомоксифена, это приливы. Да. А разве можно с ними бороться? Это на самом деле нужно тут разделить пациентов на преминопаузу, которые еще менструируют, и на пациентов, которые уже в менопаузе. Пациенты в менопаузе, они уже пришли, у них уже был период, когда они перешли из одной категории женщины в другую категорию, и у них уже был климакс, они его как-то пережили. Возможно, какие-то сохранились еще последствия климакса у некоторых пациенток. И вдруг они, вот, приемы атомоксифена, как бы возвращаются в эту историю. Ну, на сегодняшний день для, так скажем, лечения этих проблем, скажем так, ремоктерических, есть несколько вариантов решений. Это, естественно, прием фитоэстрогенов, все знают, что их можно принимать. Это рекомендованы всеми онкологами йога, акупунктура, посещение психолога, занятия спортом, снижение массы тела, то есть вот такие. Но если эти проявления усиливаются и начинают мешать жизни, то на сегодняшний день онкологическое сообщество вместе с гинекологами пришло к выводу, и есть исследование, что минимальные и ультро-низкие дозы эстрогенов, они возможны для купирования вот этих всех вещей, которые развиваются на сменопаузе. Ну, это, наверное, достаточно редкий случай, потому что... Ну, смотрите, это мы говорим, например, женщины определенного возраста, ну, старше 60+, и дальше они спокойнее относятся к этим проявлениям. Молодые девушки, которых мы лечим гормонотерапией и подключаем еще препарты, которые блокируют функцию яичников, мы их вводим в искусственную менопаузу. Или те, которые, молодые женщины, которые столкнулись с этим на фоне химиотерапии уже... Тоже, кстати, может быть, дефектированная менопауза, химиотерапия. Они тяжело это переносят, они не готовы еще. Резкий переход. Резкий переход. Резкий переход. Эстрогены яичниками не вырабатываются, а те эстрогены, которые вырабатываются жировой тканью и надпоречниками, мы их блокируем за счет ингибиторов ароматаза. И если бы, так скажем, в естественной менопаузе эстрогенов у нас там 0,1, где-то так, ну, в глобальной системе говорим, то при употреблении гибиторов ароматаза их становится минус 1, минус 2. Это очень тяжело. Не готова молодая женщина войти в искусственную менопаузу достаточно в раннем возрасте. И бог с ними с приливами. Хотя, наверное, это тоже тяжело. Но мы же говорим о том, что у пациента, как называется, депрессия. Это связано с гормонотерапией. Потому что не хватает эстрогенов. Не хватает гормона, который вот дает женщине ощущение женщины. У нас начинает стареть кожа. Она видит себя в зеркале. Она видит внешние изменения. Дальше интимная сфера, о которой пациент не готовы говорить на сегодняшний день. Но это сухость. Это сухость ногалища, потеря либидо. Это болезненный половой акт. Супруг не всегда готов идти на какие-то определенные меры. Использование искусственных рубрикантов и все, что-то. Да и вообще женщина себя психологически чувствует при отвлечении и с постановки диагноза очень плохо. Она не готова иногда бывает на какую-то интимную близость. Это тоже еще больше усугубляет состояние пациента. Нарушение сна, о котором мы тоже хотели с вами поговорить, это как результат депрессии, а не гормонотерапии. Да. Ну, не приводит гормонотерапия условно к нарушению сна. Это депрессия. Бессонница. Бессонница. Смотрите, у пациентов наших есть несколько вариантов. Они либо очень много спят, по 10-12 часов в сутки. То есть это один вид депрессии, уход такой. Я только что хотела сказать, какие счастливые люди спят, 10 часов. Не совсем, да. Оказывается, это апатия. А есть нарушение сна, когда пациенты долго засыпают. Да. Потом есть нарушение цирканности сна, когда они просыпаются в течение ночи, несколько раз, потом с трудным засыпанием. Есть пациенты, которые жалуются, что они очень рано просыпаются, и потом не могут заснуть совсем. Есть доктор, он называется сомнолог, который занимается тем, что лечит эти состояния. И есть препараты, которые позволяют это состояние оккупировать. Но я всегда говорю, что если пациент не будет обращаться с жалобами, то помочь ему никто не сможет. А вы направляли своих пациенток в своей практике к сомнологу? Да, регулярно. Ну, не регулярно, потому что мало кто говорит об этом. Но если пациент приходит и рассказывает об этом, то да, естественно, лечение этих состояний не является компетенцией врача-онколога, тем более хирурга. И достаточно правильное лечение, мне кажется, направлено к специалисту. Да, направлено к специалисту. У нас, кстати, было интервью с доктором-сомнологом, с Калинкиным, он в МНОЦ МГУ Ломоносова. Их так мало. А в Питере есть хороший сомнолог? Да, есть. Можно найти. Этим занимаются, кстати, психиатры, которые переклифицировались, частично переучились психологов. И это их. Ну, здорово, что вот эту проблему сомнологи точно могут решить, потому что у них есть терапевтические методы и рекомендации всякие они могут. И потом это же сочетание профессии с их сторон, оно позволяет лечить и депрессию, которая приводит к этому. Значит, употребление препаратов для лечения депрессии. Не все, опять же, пациенты готовы принимать, потому что куча всяких мифов в этой области есть. И я не раз от пациентов слышала. Но, тем не менее, депрессия наносит огромный вред пациенту и влияет даже... Я не знаю, подтвердите вы мою мысль или нет. И задавала часто вопрос, то, что настрой пациенту очень важен в процессе лечения его хороший, позитивный, нацеленность на результат. А вот депрессия – это всегда вяло текущая жизнь. Оль, я думаю, что каждый из врачей может рассказать о пациентах своих, которые, придя на лечение, при первой встрече, находятся в депрессии, а дальше все зависит от того, как дальше сам пациент себя настраивает, как, на самом деле, окружение, семья, друзья, родственники помогают. Есть пациентка у меня, которая пришла ко мне 20 назад и сказала, мне бы вот внука в садик отвезти. Мы отвели внука в садик. Она пришла и сказала, мне будем внука отвезти в школу. В общем, он уже женился, там уже правнуки есть. Но у него была этапность, в которой она себе ставила задачи. Даже за его жизнь. Класс. А была пациентка, которая сказала, мне вот 5 лет, чтобы книгу дописать. И что, 5 лет? Мысли материализуются. Да. Так что думайте о хорошем. Вообще, я вот больше всего боюсь, так как я принимаю ингибиортера арматаза, я боюсь остеопороза. Со сколько времени может развиться остеопороз при вот таком лечении? Мне кажется, что это не миф. То есть препараты ингибиора арматаза, да, они, к сожалению, приводят к остеопорозу. Но посмотрим на эту проблему чуть шире. Остеопороз начинается у женщин где-то лет с 35. В 40 лет он потихонечку уже начинается. Но это как элемент старения. И мы об этом не думаем. Нет. Не думаем. В 35 лет вообще вообще ничего не думаем. Мы радостно живем, у нас прекрасная жизнь. Вот. Потом вдруг наступает менопауза. Ну, не вдруг, она тоже, естественно, биологический процесс, который наступает. И с этого момента, к сожалению, он начинает у кого-то быстрее прогрессировать, у кого-то более медленно. Но мы опять-таки его не профилактируем. Но много ли на женщин здоровых женщин, мы сейчас будем с вами, из ваших друзей, знакомых, наших родителей, которые бы профилактировали бы свой остеопороз, начиная, например, с 50 лет. К врачу не загонишь. Если вы спросите о своем окружении, кто делал тенцитометрию, я думаю, что на вас посмотрят с большим удивлением, спросим, а что это? Только онкопациенты делают это. Которых кто? Онколог отправляет к эндокринологу, который занимается этой проблемой. Поэтому, да, никто не может вам сказать, как быстро наступает остеопороз при приеме гибитора форматаз, потому что никто не скажет, а с чем пациент пришел, потому что не было... Не было обследования. Отправления. Отправитель отправной точки не было. Поэтому говорить, что можно только сделать тенцитометрию до начала лечения ингибитора ароматазы, а дальше раз в год проходить это обследование. Но мы же назначаем препараты для профилактики остеопороза, поэтому сказать, как быстро ингибитор ароматазы приводит к этому состоянию, но у нас не представляется просто возможности, получается. Не всегда пациенты следуют этим назначениям. Да. Потому что многие пока себя нормально чувствуют, они не принимают эти капельницы, которые раз в полгода. Там их несколько препаратов, но все на действующее вещество залендрованное, залендроновая кислота. Но не все, кстати. Я вот из этой серии. Но это, наверное, плохо. С меня пример не берите. Смотрите, профилактика остеопороза есть лекарственная, а есть образом жизни. Физические нагрузки. Физические нагрузки, правильное питание, снижение веса. Меня спасла штанга в этом плане. Я не испытываю проблем сейчас с этим, потому что я занималась, после того, как меня удалили молочную железу, была на момент на реконструкции, я просто спустя какое-то время начала заниматься штангой. И вот как раз на момент, когда я проходила реабилитацию, у меня была предрасположенность костового пороза, плотность кости была невысокая. А когда я занялась штангой, у меня эта проблема исчезла. И мне хватило, ну вот я на ингибиторах с 2019 года, это почти 5 лет будет, вот 5 лет летом. И мне 4 года хватило. Сейчас я снова к физическим нагрузкам, потому что без этого, наверное, ни один пациент без физической активности, наверное, правильно сказать. Ну опять-таки, давайте говорить честно, ну мало кто из пациентов готов штангу поднимать, вообще никто не готов. Да ладно бы всем штангам. Вообще ходить в спортзал. Ну и тебе это же плохо. Ну это менталитет и, наверное, да, можно сказать, что ну вот сидит и так легко говорит. Поверьте, я знаю точно, что похудеть возможно, да. И хожу в спортзал 3 раза в неделю. И я не горжусь этим, да, это для меня нормально. Но я знаю, что можно соблюдать диету, но по-вкусному поесть очень хочется. После трудного рабочего дня, чем себя порадовать? Да, и как говорит моя подруга-энтегринолог, никто не хочет вести пищевой дневник, потому что боится. И это правда. Страшно посмотреть, сколько мы съедаем. Культура питания нет у нас вообще, отсутствует. Ну, у меня, знаете, вот эта проблема решается за счет тренера. У меня тренер, он мой духовник, и он каждый раз про что-то ела Оля. Нельзя так жрать. Все, зашить рот единственное. Потому что есть еще, кроме нашего жира, еще висцеральный, который никакой нагрузкой не избавится, кроме как сократить. Про остеопороз. Значит, есть профилактика. Есть профилактика обычная, то есть здоровый образ жизни, назовем его так. А есть профилактика медикаментозная. При назначении ингибитора хроматаза стандартом является назначение витамина D. Все уже знают, все грамотно все читают в интернете, что в большинстве случаев у нас нехватка этого витамина. И накопить его приемом определенного времени витамина D тоже не получается. То есть это персистентное состояние, которое существует у человека. Поэтому назначаются витамины D, препараты кальция. И раз в год, точнее раз в полгода, мы в рекомендациях пишем внутривенное введение препаратов, которые влияют на костную ткань. А вот я слышала, что при частом употреблении вот этих препаратов, которые влияют на костную ткань, потом случаются проблемы. Нельзя, например, сделать уже штифт, если зубы теряются, потому что может наступить некроз ткани. Это осложнение, которое известно. Некроз нижней челюсти, но не только. Это может быть не просто забедренного сустава, еще сложнее. Да, и бедренной кости. Но это ситуация, которая наступает у пациентов, которые получают эти препараты с более частой частотой. Это наш метастатический пациент. Это у кого метастазы в кости? То есть если раз в полгода, то здесь ничего не угрожает? Нет, ничего не угрожает. И как лечат наших пациентов-энтегринологи, они проводят это лечение. Раз в год делается интенситометрия, и когда плотность костей достигает нормы, они просто отменяют эти препараты. То есть там... Ну и естественно, что перед назначением препаратов нужно пройти стоматолога, санацию полости рта сделать, вылечить зубы, и дальше уже. Непростая жизнь у онкопациентов. Ну почему? Подождите, это же не только онкопациенты. К стоматологу нужно ходить раз в год. Да. Не чистку, потому что у тебя болит зуб. Просто ходить раз в год для профилактического осмотра. Чтобы эти доктор посмотрел. Вот интересно нам, дорогие зрители, как давно вы были у стоматолога? Напишите в комментариях. Не, ну хорошо. Я всегда спрашиваю у женщин. Вы автолюбитель? Все говорят, да, машина есть? Есть. Я говорю, как часто вы ездите на... Возите свой автомобиль на техосмотр? Он говорит, ну раз в год, два раза в год. Есть паспорт, паспорт есть. Да, ну паспорт есть, там 15 тысяч, и поехали менять масло, фильтры, все остальное. А почему себя-то не отвезти? Слушайте, у меня такая идея сейчас родилась. Вот бы нашему Минздраву разработать паспорт здоровья. Он есть. Есть? Есть, конечно. Паспорт здоровья есть. А почему мы не спонсоризация только... Ну может быть это, вот у нас же есть ТО, а это тоже ТО, такая вот наша ТО. Может быть, ну как бы как-то это будет дисциплинировать человек? Нет? Нет. Понимаете, мне очень понравилось в свое время одной из конференций, когда обсуждали скрининг. Да. Это актуальная тема для рака малышной железы. И всегда, в пример, приводятся скандинавские страны, там, где бомограмму можно сделать в любом месте, и женщина получает по почте приглашение на это исследование, идет его делать. Если она его не делает, то дальше работодатель вправе не допустить ее на работу. Ну, прекрасный ход. Прекрасный ход. Это, наверное, дисциплинирует женщин. Но, как сказал один уважаемый врач, он сказал, говорит, но дело уже не в количестве выполненных мамограмм, а в том, как женщина к себе относится, как она заботится о своем здоровье, насколько она осознает важность себя для своей личности, для себя. Вот не для кого-то, там, не для мужа, не для детей, не для родителей. Вот насколько я важна для себя. О, это уже такая психологическая история. Так именно в этом она и заключается. Можно прийти к доктору, сделать операцию, получить современное лечение, а дальше остановиться и никуда. Профилактировать можно. Остеопороз может получиться. И онкопациенты входят в группу риска даже уже по возрасту. А к чему может привести остеопороз? Ведь многие просто слышат остеопороз, остеопороз, но пока не сталкиваюсь, они не понимают, ну, что это за заболевание и в чем его опасность. Скажем так, да, вот есть у нас методические рекомендации оргздрава по, минздрава по остеопорозу. И основным постулатом, там, наши эндогринологи, они прописывают, что остеопороз приводит, первое, что женщине старше 50 лет, даже старше 60, они перелом шейки бедра случаются в 50% случаев. То есть каждая вторая женщина... Старше 50? Ну, условно, да, вот достижение менопаузы где-то там 50 лет и выше, и вот дальше, вот с возрастом, каждая вторая женщина имеет риск ломать себе шейку бедра. Что это значит? Это значит лежачее... Не, ну, в современном мире нет. Это операция, это постановка сустава, но это все равно какой-то определенный дискомфорт, условно говоря, на определенное время, да. Что еще может происходить, да? Происходит, что мы видим, вот, женщина, там, старше 70-80 лет, которые скрючены, да, они уменьшились в росте за счет того, что произошла компрессия, ну, то есть снижение высоты позвонков. Появляется такой... Вдови-горб называется еще, да? Вдови-горб? Да, вот на шее вот такое вот погибание шеи. Это из-за остеопороза? Ну, это за счет компрессии позвонков шейных происходит. И вот переход шейного в грудной отдел, он изменяется изгибом. Это такая история, да? Да, и дальше остеопороз приводит к частоте влечения инфарктов, инсультов. Это уже в более позднем периоде. Как следует именопауза, опять-таки, сочетание остеопороза и именопаузы здесь идет совместно. То есть остеопороз может влиять еще и на это. Но как результат именопаузы? Менопауза, остеопороза, и дальше идет... Ограничение гормонального, да. Ограничение физических нагрузок уже. Женщина прибавляет вес за счет этого. И это нельзя вылечить только один остеопороз. А вот боли в суставах это признак остеопороза, потому что те, кто на гормонотерапии, хотя это не совсем правильное словосочетание, боли в суставах, особенно стопы. Вот у меня нет полинейропатии, но чтобы утром встать и пройти, это вот прям целое усилие расходить ноги. Это что такое? Полинейропатия, это не... Это осложнение, которое возникает при химиотерапии. Химиотерапии, да. Токсанами. Они приводят к тому, что нарушается периферическая иннервация, и как результат полинейропатии. Пациент не чувствует ладони и стопы. Это не гормон терапии. Не гормон терапии. То, что вы описываете, Оля, это результат приема ингибиторов роматаза. Я не очень знаю, честно вам скажу, механизм, как ингибитор роматаза влияет на тугоподвижность суставов, но пациенты жалуются на боли в мышцах и в суставах. Да. И именно основная жалоба пациентов в том, что утром невозможно оставить в постели. Оттекают именно суставы, такие как голеностоп и кисти. Вот кисти пока еще функционируют, а стопы, то, о чем пациенты рассказывают. И было несколько случаев, когда приходят молодые пациенты, к которым прием ингибиторов роматаза на фоне в реальной супрессии. И пацанка говорит, Лена Константина, все, я больше не могу. Я могу одеть только кроссовки на два размера больше. Да. Я не могу хожу в фиксаторах на лучезапястные суставы. Ну, я инвалид. Мы поменяли один ингибитор роматаза на другой. Улучшение не наступило. Ну, и в результате приняли решение обоюдное о том, что лечение не должно быть опаснее болезни. И через две недели после отмены ингибиторов роматаза все прошло. Восстановилось. Абсолютно. Она пришла и сказала, я понимаю риски, я их принимаю, но жить так я больше не могу. Ну, а есть какие-то еще варианты, чтобы... Не, ну, мы рекомендуем прием НПВС-ов, несторонних противовоспалительных препаратов, но они не всем помогают, к сожалению. Терапевтические все-таки есть. А может быть, еще какие-то рекомендации или нет? Это надо принять как данность. Но ведь, в принципе, это только по утрам такая история. А в течение дня... Ну, не у всех. Не у всех. Бывает иногда, что это совсем несовместимо с образом жизни. И тогда, да. Ну, это редкий случай. Это редкий случай. Это редкий случай. Но это основные жалобы, да, приема ингибиторов роматаза. Ну, и вот если кому-то не втерпешь уже вот это вот утреннее состояние, то можно воспользоваться вот этими противовоспалительными, которые назначает врач-онколог. Ну, это... А вообще, в вашей практике вот усугубление вот этого состояния было? Или, в принципе, всегда ровное вот это состояние про боли в суставе, в суставах? Он нарастает у некоторых пациентов. Нарастает, да. Ну, вот со сроком приемов ингибиторов роматаза накапливается побочный эффект вот этот вот. У некоторых нет. Это все очень индивидуально. Индивидуально. По поводу веса. Это же тоже часто распространенное явление. Я уже знаю, что некоторые там себе сокращают желудок, что-то еще там пытаются сделать, там обращаются даже и к пластическим хирургам по поводу липосакции. Я сама даже хочу по поводу липосакции обратиться. Вот. Это прям ну плюс 10 точно. Плюс 10 килограмм пришло за вот период лечения. Прибавка веса. К сожалению, ну, сложно сказать, с чем она связана. Да. Мы имеем несколько отправных точек здесь. Это менопауза, которая либо наступает, либо которая уже есть. которая усугубляется прямо в гормональных препаратах. Это стресс. Ну, женщина в стрессе. И мы обычно заедаем. Вообще невкусно. И на самом деле на сегодняшний день есть исследование даже о том, что пациентки с избыточной массой тела, которая в анамнезеракт молочной железы, в пост менопаузе у них повышен риск рецидива. Поэтому всем своим пациентам мы, естественно, рекомендуем снизить вес. Потому что, если честно, то исходно пациенты приходят, они в основном с избыточной массой тела. То есть, население земного шара, оно толстеет. Это правда. И это зафиксировано всеми. Всемирная организация взрывохранения пробит об этом. Мы набираем вес. Что, как и дальше делать? Нельзя появляться препараты, которые считаются волшебной таблеткой, которые не предназначены для этого, не предназначены для лечения сахарного диабета. Ну, да. Если пациент готов на какие-то жертвы ради себя, если он не готов, то даже бариатрическая хирургия ему не поможет. Хотя онкологические пациенты, есть несколько исследований в Европе с избыточной массой тела идут на бариатрии. И есть условные пока предварительные данные о том, что риск рецидива это группа пациента ниже, чем у пациентов, которые с избыточной массой тела не подверглись данной процедуре. Но это пока такой несколько пилотный, так скажем, проект был у европейцев. Ну, вот даже ради того, чтобы ведь пациент больше всего что боится? Боится рецидива, боится прогрессирования. Даже если вот эти знания у пациента будут, он все равно сможет, какой-то у него контрольные точки какие-то будут расставлены. Не факт, что будут соблюдаться на 100%, но человек слаб. Слаб. И он себя очень любит. Это правда. Вот это в первую очередь. Я всегда смеюсь, что на отделение нужно проводить исследования взвешивания пациента в день поступления и взвешивания пациента в день выписки. Прибавляет. Это если на ранней стадии, а если на поздней стадии, то наоборот, наверное, снижается вес. Там уже другие механизмы работают, к сожалению. А здесь нет, но просто чем пациент занимается, когда он лежит в больницу? Ест все время. Мне, пожалуйста, с родственником принесите мне два мешка еды. Поэтому о чем мы можем рассказать? Ну да. Елена, вот еще проблемы, наверное, каждой женщины, кто с РМЖ столкнулся, особенно в раннем возрасте, это сухость. Сухость влагалища, и это прям серьезная такая проблема, когда многие назначения для обычных женщин, ну, в общем-то, под запретом. Опять-таки, смотрите, мы, Оль, говорили уже об этом чуть-чуть, да, искусственная менопауза, которая вызывается для назначения ингибиторов ароматазы, и сами ингибиторы ароматазы, это в плане данного осложнения являются как бы синергистами, то есть, они друг друга дополняют, да, то есть, мы блокируем яичники, мы вызвали менопаузу, наступают возрастные изменения, как у женщин, уже достаточно более позднем в возрасте, так и сами ингибиторы ароматазы влияют на то, что атрофия слизистой влагалищи постепенно начинает наступать. Это атрофия прям? Ну, да, это как результат менопаузы, так и вот ингибиторов ароматазы, поэтому этого, во-первых, половая сфера почему-то в Советской Федерации является какой-то запретной темой. потому что она не запрет, она почему-то стыдна, почему-то стыдно говорить о сексе, стыдно говорить о своих ощущениях. Ну, потому что его не было до определенного периода, в СССР же секса не было, помните эту известную фразу? Телемаста, Но это нужно обсуждать, нужно прийти к доктору, к гинекологу, прийти к своему онкологу и сказать, ну, плохо, неплохо. Как, опять-таки, не медикаментозно можно, да, с этим побороться, так гинеколог подскажет специальные смазки, ну, и в конце концов можно прийти к обоюдному решению и назначить минимальные дозы эстрогена, которые эту проблему решат. Причем это применение местное, то есть это не таблетки, которые всех боятся, это крем либо гель и который вот поможет как-то снизить вот эти неприятные ощущения. А вот удержание мочи тоже начинаются эти проблемы, это тоже же следствие? И тут еще нужно будет подключать тогда к этой проблеме врача-уролога, потому что атрофия мышц тазового дна, как результат гормонотерапии и ранней менопаузы, можно решить еще хирургическим методом, урологи могут помочь. То есть эта проблема решаема? Это решаемо, да, но о ней нужно заявлять. Чтобы получить помощь, ее нужно попросить. Нужно озвучить проблему и попросить помощи решения данного вопроса. Ну вот хорошо, если пациент не стесняется о таких вещах говорить своему врачу-онкологу и он вовремя направит. Это же можно может усугубиться этот процесс, если не принимать никаких. Проще всегда на начальном. Мы так много говорим сейчас о качестве жизни наших пациентов, но невозможно решить эту проблему без обратной связи. Понимаю. То есть здесь если хотите жить хорошо, не молчите про свои проблемы. правда. Да. Тем более столько уже всего появилось для того, чтобы абсолютно изменилась парадигма в онкологии. Я считаю, если в начале нулевых мы говорили, что нашим пациентам нельзя рожать, нельзя баню, нельзя в баню, нельзя загорать, никуда ездить, сидите в мурманске, не вылезайте из него, то сейчас многие запреты сняты, и мы готовы обсуждать эти вопросы, не нужно бояться. Ну, такой вопрос, наверное, он больше личный. Как вы относитесь к раку? Такой странный вопрос. Я врач отношусь к онколог, это моя профессия, это заболевание, оно такое же, как все на самом деле. Нет, это правда, моя философия такая, что что лучше, первая стадия рака молочной железы или инсульт, ты не можешь встать, не можешь двинуться. Ну, это да. Но, с другой стороны, рак это такая штука, которая в любой момент может начать развиваться очень бурно и остановить невозможно. То есть, мне вот это наверное самое страшное в этой болезни, почему все-таки рак боятся больше всего. Потому что его боятся, потому что в Советском Союзе было к нему такое отношение, о нем было не принято говорить, в справках не было постановки диагноза, то есть писали заболевание, а не слово рак, дали еще что-то. А вот почему, кстати, в Советском Союзе так относились? Я не знаю, я не могу так сказать, наверное на тот момент просто не было возможностей кроме как хирургически лечить. Обреченность была? была обреченность, в онкологии никто не шел, на самом деле это была самая непопулярная специальность в Советском Союзе. А вы уже после того, как пришли в онкологии? Или? Из хирургии пришла. Из хирургии. Да, в онкологию. И когда я пришла, из возможных арсенала у нас была схема CMF. CMF это что такое? Ну, так называемые пациентами желтые схемы химиотерапии. Есть пациентов по названию, по цветам химиотерапии. Красные, красные, белые. и бултамоксифен. И другого арсенала у нас препаратов не было. Поэтому, наверное, ограниченная история именно лечения была такой безысходной и поэтому отношение к болезни было такое. На сегодняшний день арсенал лечения рака молочной железы огромен и он каждым годом становится все больше. Мне кажется, что эта болезнь переходит в такое хроническое заболевание как к ишемическое болезнь сердца, гипертония. Есть варианты длительного лечения, ремиссии. Ну, сейчас можно про рак сказать, что это еще один шанс на жизнь. Да? Только пойди полечись и что-то переосмыслив в своей жизни. Мне кажется, что нужно, наверное, все-таки сначала говорят о том, что люди должны полюбить себя, внимательно относиться к себе и к своему здоровью. Потому что именно раннее обращение всегда может спасти вам определенное количество лет жизни. А почему вы пошли в онкологию? Почему вы выбрали? Ну, если честно, мама меня туда отправила, в институт онкологии. Вот она сказала, что, наверное, хирургия для девочки экстреда не совсем. Это то, о чем она мечтает. А как вы готовитесь к операциям? Ну, это зависит от того, какой случай. То есть, на самом деле, пациентам, наверное, кажется, что у нас все стандартно, но на самом деле каждый пациент индивидуален. И каждый раз, в зависимости от того, где локализуется опухоль, какая по размеру она, близко ли она расположена к коже, или она ближе расположена к мышцам, и всегда думаешь о том, как сделать разрез. Ну, если мы говорим об орган сохраняющих операций, как сделать так, чтобы потом внешний вид оперированной молочной железы сильно не отличался от здоровой молочной железы. Это то, о чем мы все мечтаем. Потом, о чем мы еще думаем. Когда мы думаем о реконструкции молочной железы, то это тоже сложный процесс и очень сложная философия. как и для хирурга, так и для пациента, и для их взаимного контакта. Потому что, когда пациенты приходят и говорят сделать им реконструкцию, то я всегда прошу их объяснить, почему она им нужна. Пациенты начинают на меня обижаться. Ну, не обижайтесь, потому что это большая операция. Она большая для пациента. Это определенный риск осложнений, о которых пациент должен знать. То есть, мы всегда обсуждаем, что можно потерять имплант, всякие осложнения послеоперационные могут отодвинуть химиотерапию. А это не есть хорошо для лечения мионкологического заболевания, о чем пациенты почему-то на какой-то момент не хотят даже подумать об этом. И основной мой вопрос, почему вы хотите этого конструкции? Зачем она вам нужна? Что вы видите, что вы хотите от нее получить? Потому что искусственная грудь это искусственная грудь. Она не такая, как ваша здоровая молочная железа. Это отличие. Готовы ли вы потом что-то сделать со старой молочной железой? То есть, сделать симметрию, скажем так, или вам этого не нужно? И часто бывает, что реконструкции говорит не сам пациент, а родственники, которые с ним пришли. Ну, родственники этому приходят, нет. Приходит дочка и мама. Дочка говорит, а вот, пожалуйста, реконструкция. Подождите, говорю, но это же вы говорите о реконструкции, а не ваша мама говорит о реконструкции. Желание в реконструкции должно исходить от самого пациента, а не от родственника. Вы же это делаете для себя? Ну да. Ну, а некоторые прямые отказываются даже мне не надо. Да, многие отказываются. Не хотят и все. Молодые доктора удивляются, почему молодая пациентка, она не хочет реконструкции. но она же себя будет потом видеть в зеркале. И может результат реконструкции ей не понравится. Она будет видеть искусственную грудь, которая отличается от здоровой малышной железы, которая ей не нравится. Что для нее? Может, она приняла решение, что ей будет так психологически комфортней. А есть и те, которые просто не хотят заморачиваться с этим. Вот, не хотят они больше операций и все. Но большая часть, конечно, за реконструкцию и отсроченные реконструкции и все. Потому что, ой, хочется, ну, это такая маскировка переживаний. Да, опять-таки, обсудим. Хорошо? Вопрос у меня у врача пациента. Приходит пациент и говорит, я говорю, что вот вам можно сделать орган сохраняющей операции. Ваши малышные железы будут одинаковыми. Мне женщина говорит, нет, я не хочу, я не хочу больше ни о чем думать. Вот я хочу, чтобы мне все удалить и все. Ну, хорошо, мы тогда будем делать мастер-ктамию. Две секунды. А вы мне имхон поставите? Зачем, если можно сделать орган сохраняющий? Ну, это, конечно, страх, потому что у людей все равно стереотипное мышление, им кажется, надо вот все подчистить, убрать, удалить, а как там потом жить? Самое главное, что объем операции не влияет на общую выживаемость. Вот именно. Вообще, знать бы мне об этом раньше, потому что своя молочная железа это своя молочная железа. Да, даже если это, с собственными тканями восстановленная грудь, это не грудь уже, ну, не так. Она не чувствует, она не чувствует, нет тактильной чувствительности, ничего нет. Только вот визуализация, только визуально ты остаешься вот для всех, а для себя это уже второй вопрос, ты с этим живи, как хочешь. А самое интересное, что накладной имплант, он точно так же для всех, он такой же, как и реконструкция, которую вы себе сделали. В одежде никто ничего не замечает. Ну, да. Замечает только сам пациент, когда он в душе. Да, и любимый человек. Да. А что для вас, вот как, для человека, как для личности, значит, ваша профессия? Вы знаете, это такой, очень-то тоже философский вопрос, потому что, знаете, нельзя соперничать с Богом. На каждого из нас у него свои планы. Наверное, врач это та специальность, которую, ну, наверное, мы помогаем людям, в первую очередь, да, мы, но здесь в этом какой-то все-таки, наверное, лукавство. И за это, наверное, нас Господь, наверное, в чем-то наказывает. Ну, он не только наказывает, мне кажется, он дает, дает, дает возможность спасти. Он дает нам возможность спасти людей, но, наверное, иногда и в чем-то нас наказывает за это, что мы пытаемся с ним в определенный момент соперничать и доказать ему, что мы тоже можем. Это трудная профессия вообще? Трудная. Врач, вне зависимости, онколог, хирург, терапевт, это трудная профессия в первую очередь в том, что это ответственность. Человек, который идет в институт медицинский, он должен понимать, что самому главному, что он должен научиться, это ответственность. И ошибаться-то будешь. Да. Есть же такое выражение у каждого врача есть свое кладбище. Ну, это такая, знаете, пошлая фраза, я считаю. Пошлая? Конечно, но слушайте, ну... Ну, понятно, с одной стороны, не боги врачи, не боги горшки обжигают, и врачи-не боги это тоже. Поэтому здесь вот это, в общем-то, какая-то такая середина, середина наполовину, да, то есть много факторов влияет на то, что будет потом, после лечения. Вот. А самая большая операция, самая длительная операция у вас сколько по времени длилась? Ну, самая длинная операция у нас это реконструкция диплоскутом, это микрохирургия. Микрохирургия это длительная операция, это такие наши самые длительные. А, наверное, самая длительная была операция, ну, такая абсолютно палеотивная, когда большим перемещенным воскутом живота мы закрывали большие дефекты в грудной клетке. Но неудачно все это было, к сожалению. Как вывод, ну, это же вообще это очень тяжелая работа, я даже не знаю, с чем ее сравнить, у меня только от одной мысли начинают руки трястись, когда я просто представляю, вот хирург подходит к столу, и перед ним чужая жизнь, и он за эту жизнь сейчас отвечает полностью. Вот это же сильная нагрузка эмоциональная, психологическая. Вы как же загружаетесь? Опять-таки, да, в институте на цикле по психиатрии всех студентов, по крайней мере, когда мы учились, проводили тестирование. И определенными тестами была выявлена часть группы, у которых повышенная агрессивность, и часть группы, которых занижен индекс агрессии. И нам тогда наш куратор сказал, что вот те, кто агрессивные, они как бы потенциальные убийцы, террористы или еще что-то, и поэтому, наверное, этим людям лучше пойти в хирургии. Ну, там ты выплескиваешь свою вот эту повышенную темперамент агрессивность или еще что-то, а те, у кого низкие, они пошли у нас в терапевт. Понятно. То есть, это настрой. Это не настрой, это тепличности, на самом деле. То есть, на самом деле, представить, что ты берешь скальпель, режешь живого человека, до человека с низким агрессивным индексом, наверное, это просто запредельно. А здесь пришел человек, и вдруг что-то там такое агрессивное совершает с другой личностью, которая еще и спит. Поэтому, когда приходят молодые доктора к нам в ординатуру, и говорят, что они хотят заниматься этой специальности, особенно девочки, я говорю, вы должны знать только одно, что хирургия это удел агрессивных и амбициозных людей. Ты идешь в операционную делать операцию, значит, ты разрезаешь кровь, и твои амбиции, что ты должен быть лучшим. Нельзя идти в хирургию и не хотеть быть самым лучшим хирургом на свете. Да. Это бессмысленно. Но вот про вот это, вот то, что вы сказали, тип личности, я впервые слышу, это очень круто. Так оно и есть. Елена, а какой для вас идеальный пациент? Который мне нужно оперировать. Здоровый человек. Так, хорошо. А который, еще непонятно, будут его оперировать или не будут, он пришел на консультацию. Вот в чем большая отрада для врача, который ведет консультацию, вот каким он должен быть, это для того, чтобы, ну, люди немножечко осознали, когда они идут на прием к врачу, и готовились. для меня, наверное, идеальный пациент, который понимает, что он хочет получить от консультации. Приходить к доктору на прием и, например, да, можно прийти, сказать, я пришла с профилактической целью. То есть, меня ничего не беспокоит, но я пришла вот с профилактической целью, это, вот, нами всеми приветствуется, то есть, это пациентка, которая волнуется о своем здоровье. Тогда вместе с доктором составится план обследования, после которого вы придете с результатами и спокойно от доктора уйдете, зная, что вот на сегодняшний день вы абсолютно здоровый человек. Прийти к доктору и сказать, и на вопрос, на что вы жалуетесь, сказать, я жалуюсь на кисты. Как это? Я вообще не понимаю. Это непонятно. Вот, это поймите, что доктор не просто так спрашивает, на что вы жалуетесь. Сформулируйте перед походом ваши жалобы. Состояние. Состояние. У меня болит, у меня дискомфорт, бессонница, бессонница, когда у меня это все случилось. То есть, мы же, это называется, сбор анамнеза. Симптомы. Симптомы, которые позволяют врачу, который достаточно долго учился, из, так скажем, для вас незначительных каких-то слов, составить какое-то для себя представление. Потому что вся история диагностики, она основана на том, что врач услышал ваши жалобы и осмотрел вас. И дальше на основании своих каких-то мыслей назначает вам обследование, с помощью которых он либо подтвердит то, что он себе уже представил, либо наоборот опровергает эту идею. То есть, это именно так происходит. Ну, по крайней мере, у меня. Подготовиться. Подготовьтесь. Если есть анализы какие-то, но соберите в папочку и разложите. Ну, это идеальный пациент. Вот я про идеальных и говорю. Ну, давайте относиться уважительно к доктору, ценить его время, ценить его. и наша беда, у нас на приеме так много времени теперь по нормативам. Сколько у вас сейчас прием? 10 минут. 10 минут. Вот за 10 минут надо успеть сказать, осмотреть, записать. Для всех, для пациента, для врача. Для врача. достаточно напряженная. почему так? Почему? Это вообще, ну, я не знаю, я просто не представляю. А в частных клиниках нет такого норматива? в частной клинике ты можешь выставить себе полчаса, можешь два, можешь час. Это называется, насколько ты коммуникативный, хочешь долго общаться с пациентом. И как, опять-таки, бывают пациенты, которые пришли на профосмотр, и там 10-15 минут хватает полностью. Есть пациенты, которые уже получают лечение годами, и для того, чтобы составить себе вот эту всю историю, на них нужно больше, час иногда и больше. А как вы тогда выходите из этой ситуации? Сижу в кабинете до последнего. Это, пациенты должны быть очень благодарны и ценить такие вещи, потому что это за счет собственных ресурсов. Да и вообще сам прием за счет ресурсов внутренних, это и сила, и эмоции, и чувства, ну и усталость в том числе. Спасибо. Интересно, знаете, открывается дверь, заходит пациент. Что это? Кто это? Да. Что происходит? Что принес? Вот что это? Что там внутри себя принес? Да, какие сюрпризы ждут Елену? Да, ну понятно. Вообще, под огромным впечатлением от вас, от нашей беседы. И мне бы вы вначале там за камерами сказали фразу, что не знаю, не знаю насчет, а мне бы хотелось еще раз с вами встретиться, потому что я знаю, что мы очень много можем вещей обсудить, и вы так доступно, легко, свободно говорите об этом. У меня прям огромная симпатия. Спасибо вам большое за рассказ. Вам спасибо, что вы делаете такую работу. И мы будем рады вас все доверить. в Питере. Спасибо. Особенно скоро весной. Да, спасибо. 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 Спасибо.